здравствуйте глубоко уважаю любители летных видов спорта записываем вам ролик страшная гора у меня ученик очень боится летать у этого склона но скрипя зубами летит и даже сейчас орлов нашел сейчас мы поздоровимся с орлами и он вам покажет образцово показательный пролет вдоль рельефа сцепив зубы сжав там не знаю кулаки так далее сегодня интересно то что пик дебюр затянут такими слоем облачности полностью вершина вся вот кстати птичка вот одна выше одна сбоку вот он красавец орел только что мы с ним скоростью меньше до его уровня чуть поднимемся вот он басурман об ой скорость потерял немножко ой-ой-ой-ой их тут табунами говорите целая стая видимо молодняк учат летать мы так подальше от них держимся потому что на самом деле негоже их пугать вот они на самом деле быстро достаточно нас по высоте уделывают даже не смотрят а ну правильно на пятом закрыл спорю представляю закрылок на плюс 5 теперь посмотрим орлята кто получше этих двоих он делали об видите эти лучше ну вот так вот все все вьем стаи спокойненько в правой спирали мы справа и какой-то один орел придурочный в левой вот смотрите вот нарушитель вот эти двое хорошо себя ведут а вот этот на встречном курсе с нами двоечник а ну перестройся и слушайте он меня слушается друзья посмотрите двоечник перестроился офигенно вот это да вот это случайно получилось друзья не планировал в этой стае прям съемку делать потому что как раз хотел показать как григорий у меня мужественно на этих скалах парит вот у него неделя отлета на обучающие и он тут достиг неплохих результатов но ведь этот случайно по встречались с орлами о ай красота моя и у меня даже слова кончаются и они нас не боятся видите такие высококультурные орлы другие быстро нагадили на фюзеля что ли там без вредности эти нет летят тренируются вот зачем они интересно это делают ставьте вот ладно мы но интересно они чего-то не висят висят жертвы же нет ведь мы просто от любви к полетам я видел как однажды вороны и крутили петли бочки вот реальный динамик ворона фигак всех фигуры высшего пилотажа запигачила вот и так такая довольная очень понравилось видимо так все это же можно в облаке посталкиваться с орлами не будем этого делать так ну что лишь твоя ручка забирай возгоняйся до 130 ну и друзья смотрите какое неизгладимое мужество присутствует у гриши будешь их скалам ближе ты уже можешь я тебе верю в конце концов я же с тобой лечу мы же не хотим это на реинкарнацию поэтому друзья так как я не хочу на реинкарнацию то мне приходится учить вот так вот ведь он полностью самостоятельно уже летит мы вчера гоняли по скалам в принципе я результатом доволен скалы страшные ручка вот видите я ее не трогаю ближе к скалам ближе не позорь меня так хорошо достаточно убирай крен лично и так максимально приходи а умение работать у рельефа друзья крайне важно потому что если будешь плохо работать у рельефа не сможешь набрать высоту а не сможешь быть набрать высоту будет еще страшнее чем сейчас поэтому за эту неделю григорий понял что лучше делать то что говорит инструктор и ничего не бояться вот это самое важное ой какая красота но сейчас мы одним глазком я взял ручку сейчас молодец отлично одним глазком заглянем на северную сторону пильдебюра я может быть покажу горный аэродром после этого мы красиво полетим домой и опять же вересковое поля его хочу вам показать тоже очень интересное место почему-то пламя не в ту сторону летит куда я хочу по ветер у нас чуть-чуть южный сейчас роторной не боимся ротора трясет только ты 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 вот это да вот это да ну вниз ничего страшного так у нас вот это вот все наш горнолыжный курорт все прекрасно знаете так а я сейчас вам покажу я вам покажу сейчас аэродром горный недавно мы туда летали даже ролик я смонтирую до этого горный аэродром сейчас просто посмотрим как он изменился за непродолжительное время об так вот это вот мне подсказали знающие люди друзья носиком покажу вот это вот озера на самом деле места где собирают воду для куш работа пушек вот этих ледяных которые потом будет лед делать вот этот вот постройки вот этих стиле семидесятых гостиницы мне не нравится мне нравится вот куда крыло показывают вот там более красивые у нас местечко есть так ну что и теперь вот они красивейшие поля вересковые я не знаю мне кажется что это вереск вот кто ботаник у нас на канале есть тут я давайте сейчас поближе подлечу и вы мне вы рассмотрите повнимательнее скажите все-таки вереск это или не вереск но он безумно красиво смотрится красненький с правого виража такого спекирования как думал этот вереск в смысле дуну не физически а поближе тогда люди разбирающиеся верески смогут таки нам помочь так снижаюсь вот смотрите друзья как это растет вот только трясет нас как это изолента у нас отклеилась ведь какой хороший планер если на нем летишь слишком быстро он отклеивает изоленту и орет вы что идиоты делаете ради какого-то вереска столько высоты потеряли так ладно вереск вереском я вам обещал аэродром я друзья сам этот аэродром не могу найти каждый раз каждый раз прилетают и туплю где же он найти сейчас делаю круг а вы в комментариях кто-то напишет первый же кто увидит вы смотрите ну точно туплю нету был же аэродром смотри ты видишь аэродром а все вижу вот крыло в него показывает как раз точно вот друзья полоса мы просто над ней были вот сейчас крыло показывает колдун представить этот горный аэродромчик и на него можно приземлиться с пониже еще пройду и недавно мы прилетели была куча самолетов что они там делали в этом этом аэродроме не знаю я ни разу здесь самолет друзья не видел поэтому для меня это просто праздник и подарок то что мы сейчас наблюдаем да ну что посадка можем по полосе наверх пройти сделать проход и слева и с левого разворота уйдем в долину ну друзья смотрите что может планер сейчас имитирую заход на посадку типа я приземляюсь даже наверное чуть я сбоку от полосы пройду потому что иначе полосу вам будет видно не это неинтересно вот полосы не будет видно смотрим я хоть посмотрю как это устроено я лечусь морду гор горды в гору как вы видите скорость 200 о самолетики вот они подо мной скорость 150 ну я так все могу конечно но уже боюсь то есть везде я здесь схожу назад у меня же нет двигателя всего энергия это запас скорости сейчас она у меня 120 но приземлились тренировались видимо вот вы к ним снизились очень красиво прошли я в принципе на него могу приземлиться если надо но и посадка естественно идет в гору вот шанс всего один как вы понимаете планер наши 5 поиск скорость 200 сейчас я специально такую скоро сделают чтоб вам над полосой пройтись опять же вереск показать о о вот он вереск у вас получилось вот она полоса на аэродроме а самое интересное а долетим или часто дома или нет как вы думаете высоты круженик или на нету домой пора что не надо мотор до мотора еще мы еще пошалим так только шаги здесь здесь вот друзья вот часть горловичного курорта которым категорическую рекомендую она более красивая зачем мотор выпустил так что за херня такая зачем мотор выпустил шайзе выключай теперь питание мотора закрывать топливный кран друзья вот почему нужно быть внимательным потому что некоторые особо одаренные ученики умудрились скрыть предохранительную задвижку которая закрывает двигатель не дает его выпуститься причем это аварийный подъем то есть для обслуживания двигателя вот он умудрился крышку поднять и нажать на тублер и выпустить не мотор зачем-то и мы конечно просрали всю высоту которая у нас была вот теперь вот вечер перестает быть томным долетим или не перестим до аэродрома до этого долетали несмотря на нагнетаемую атмосферу только я тебя похвалить хотел бери ручку лети по прямой уже ладно не давая ты лучше скажи как тебе полет здесь вот камера слева мультфильм рассказать а нравится страшно ну лети тогда вдоль слона на тебя ручка скорость 130 ой 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 вот так друзья одно движение я теперь по крайней мере буду ну и главное что я про этот тумблер рассказывал что его трубать нельзя ну что ж высоты у нас на пределе прямой скорее всего хватит зайти плюс у нас еще два облака вот этих должны придержать нас потихонечку полигонечку пойдем домой и заснимем посадку все увидите как как же вы на какой высоте дохромаем до аэродрома перевальчик прошли на боровях можно сказать еще чуть-чуть и пришлось бы идти обходить соответственно удлинять линию пути такой вот и гигей сейчас вот так по прямой горку впереди ты уже не перелетаешь по высоте вот поэтому вот таким курсом вот уйдем в долину и по долине дотянем до аэродрома сколько можно найти себе приключений одним тумблером а под нами город вейн которым мы закупаем продукты магазин нас уберу как раз из-под и до аэродрома осталось совсем чуть-чуть аэродром наблюдаешь у нас происходит вечный квест найти аэродром если обычно это есть время то сейчас времени нет правее возьми вот видишь цепочка холмов идет лесистая вот если ты по этой дуге холмов пойдешь как раз придешь на аэродром а холмы тебя чуть придержат это уже будет важно высоты нет совсем продолжается приключения григорий считается что вот вот этот аэродром наш но кто смотрит канал мечта летать знает что не он так и родром не выглядит наш крестом это аэродром аспермонт который южнее нашего аэродрома где наш вспоминай идем по речкам иди поэтому в любом случае поворачивай налево какой-то нам не нужно нужен наш все аэродром найден летим вот он да нормально прилетаем даже запасом высоты все порядке скорость 120 это закрылок переставляю на позицию 10 примеру планер на скорости 120 и я выпускаю шоссе шоссе вышло хорошо на аэродрома смотрели возьми левее что посмотреть аэродром никого там нету полоса чистенькая ветер отсутствует поехали вправо и все заходи по коробочке не забудь свои ориентиры это вот эту нашу ферму и карьер я тебе не мешаю 110 120 рука левая на воздушном тормозе по моей команде выпустишь надо она прям лежит все чтоб ты закрыл кого потом не перепутал поворачивай направо друзья почему важно на тормозе держать потому что вот есть еще закрылок и слишком вот если ты в последний момент начинаешь нервничать что-то хватать можно схватиться за закрылок вместо тормоза выпустить закрылок ручка совершенно разные по цвету но запарки сами понимаете попробуй сейчас выпустить тормоза полностью выпусти потому что мы высоко и целься на свой ориентир левее немножко но ты правее него окажешься вот тормоза вышли друзья правят высоту скорость держим 120 хорошо можешь тормоза закрыть и теперь вправо поворачиваем лично спокойно спокойно они видишь качается вот так вот чуть под закрой вот так сделать вот 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 хорошо в таком положении где-то и все рукой прям держи в то что они пытаются качаться то не я и качаю тебе это у них есть не сопротивление хорошо и поехали направо давай давай уже пора лично чуть-чуть таким курсом потом направо подвернешь то что не попали на ось но не страшно чуть добавь тормоза тормоза добавь то видишь перелетаем полосу хорошо я сейчас закрылок поставлю все тормоза полностью выпускаем немножко снизимся хорошо и теперь немножко уменьши 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 вот так оставь все забери крен убери хорошо я взял как касание тебе еще рано но в целом зашел хорошо что ты говоришь? официально не в конце надо было ну да немножечко вот и что ты у тебя за скукожился немножко но в целом нормально можем могу тебя даже как бы поздравить что ли с успехом сейчас мы тормозим сейчас мы тормозим Вадим наш встречает оп 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 доволен? да доволен фух вот такой вот такой получите полетик получился друзья все-таки я не виноват вот крышечка открыта вот теперь активирован вот этот тумблер который позволяет например поднять мотор видите оп вот и он поднимает вот он не фиксируется вот под кружинами вот я сейчас убрал закрыл крышечку и все то есть но в полете если крышечка открылась и кто-то жопой или чем-нибудь еще нажал на тумблер то естественно двигатель поднимется а основная система здесь активации мотора то есть здесь есть тумблер вот такой включить питание сейчас загорелось 29 литров топлива 30 градусов температура двигателя и теперь если я перебищу вот этот тумблер вот так и раз и вверх то заработает насос во-первых топливный во-вторых поднимется двигатель и будет включена зажигание де-факто и мне останется нажать только на кнопку вот этого стартера то есть система очень мудрая хорошая но видите иногда косяки получаются я не виноват до новых встреч уважаемые любители летных видов порта до новых позитивных роликов ну а что если это да не мы